Доброе утро. Сегодня суббота. Я приехала на балет. Студия танцев в 9.30. Ровно я часы забыла Я здесь. Здесь закрыто. Нет никого. Я прошлое занятие пропустила. И поэтому не знаю новостей. Может быть его отменили, а меня не было. И поэтому я не знаю, не слышала. Ну я жду еще минут 5. Потом напишу преподавателю. Спрошу будут занятия или нет. Ну что-то нет никого. У меня такие подозрения, что я поеду домой сейчас. Вот стою и думаю, чем бы мне сейчас заняться. Спать ложиться уже не вариант. Вода там дрыхнет. А я думаю, чем мне позаниматься. Ну я заеду точно в магазин для животных. Куплю коту своему корм и ногти подстригать. Новую штуку. Потому что старая, что-то она затупилась и плохо подстригала когти. И что мне еще надо сделать? Мне нужно челку сегодня подстричь. Но я ее так залакировала там, чтобы она у меня не выпала из прически. Так что мне, наверное, придется заново помыть волосы и пойду подстригу челочку сегодня. А что еще поделать-то? У меня времени в угон. Офигеть, столько времени, когда рано утром просыпаешься, что не знаешь, что с ним делать. Видео помонтирую. Зашла в зоомагазин выбрать Аське корм. Я ему обычно беру проял-канин для стерилизованных. Сразу большую пачку беру и все, и не мучаюсь. Мне на полтора месяца хватает. Занятия сегодня все-таки были. Все немножечко опоздали, но все нормально. Занятия прошло полтора часа. Мы позанимались отлично. Вообще я прям устала. Классно вообще позанимались. Я сейчас хочу взвеситься. Сегодня утром я взвешивалась. Я весила 61,600 после завтрака. Вот сейчас мне интересно, сколько будет, какой будет мой вес после занятий. Вы это видите? На один килограмм меньше. Я в шоке. Мне это нравится. Вот я с подстриженной челочкой. Правда, место какое-то странное. Я первый раз в этой парикмахерской. Она новая, недавно открылась. Ну ладно, главное, челку нормально подстригли. Где они находятся, мне все равно. Очень вкусный. Вкусный арбузик. Мы когда его покупали, нам продавец сказал, если будет невкусный, верните обратно. Типа мы вернем вам деньги. Первый арбуз же мы выбросили. Все 7 килограммов. Сегодня у меня четвертый день диеты. Я похудела на 3 килограмма уже. Я честно не ем ничего из того, что мне нельзя. Я ем только каши, овощи и фрукты. Пью воду, чай. Кофе, кстати, тоже пью по утрам. С молочком. Я не ем мясо, рыбу. Вот уже четвертый день я не ем хлеб, сладкого. Ничего такого в общем. Вы знаете, вполне себя нормально чувствую. Нет никаких у меня приступов голода. Экстрасенсов смотрю. Нет у меня такого чувства на грани, что вот-вот сейчас сорвусь и все, и плевать на все я хотела. Дайте мне что-нибудь вкусного съесть, нормального, сытного, а не эту кашу дурацкую. Или эти помидорчики с огурчиками. В принципе, чувствую себя нормально, потому что меня вдохновляет результат. Вдохновляют цифры на весах. Так что еще три денечка у меня осталось, и будет вообще супер. Немножечко. Выключи звук глаза. Я уже так давно не снимала видео, где ты хотя бы со мной рядышком сидишь, или что-то там говоришь хотя бы. Я постоянно одна-одна, одна-одна, без тебя. Мы с Вовой решили съездить в кино. Мне моя подружка очень советовала, настоятельно рекомендовала сходить обязательно на Проклятие Монахини. И я туда иду обязательно, потому что я ей доверяю. Потому что она очень-очень объективно оценивает фильмы, особенно фильмы ужасов. И если она считает, что фильм какой-то беспонтовый, то он реально беспонтовый. В общем, у нас с ней вкусы, наверное, совпадают. И ей очень редко какие фильмы ужасов нравятся. Но от этого она была просто в восторге, поэтому мне срочно нужно его посмотреть, чем он ей так сильно там понравился. Так что у меня сейчас завышенные ожидания. Я оттуда выйду очень испуганная, мне кажется. До начала сеанса осталось меньше пяти минут, а туда еще не запускают никого. Очередь такая нормальная. Вова себе купил попкорн и пепси. А я-то ничего такого не ем и не пью. Так что он будет соблазнять меня. Вот вообще еще другой, по-моему. Это мне тоже вроде нравится. Слушай, как ты их находишь? Я в шуте. Я так прошла, посмотрела, ничего не нашла. А Вова там что-то шерудит, ищет. Слушай, он прикольный такой кошелечек. Тоже мягкий такой. Симпатичный. Надо выбрать теперь, который мне больше нравится. Основу бублики не хочешь взять? Целая корзина уже набрали. 1200. 1200, думаешь? Мы, когда ходим по магазинам, Вова приблизительно говорит, на какую сумму мы купили. И очень часто бывает прям очень близко. Ошибается, рублей там на 40-50. А я не угадываю. Ну да, пошли на кассу. Собираю себе обед. На работу, на завтра. Тут у меня пол порции гречки, не соленой. Просто в воде отварила. И возьму с собой редисочку и помидорки черри. Купили сегодня ведерко клубнички. 300 рублей вот это стоит. Представляете? Обалдеть! Я просто вспоминаю, в Краснодаре килограмм за 200 рублей покупали. Я просто в шоке от наших цен северных цен. Сейчас хочу переложить все карточки, все денежки в свой новенький кошелек. Мне нравится, что он тонкий по сравнению с моим старым. Я, кстати, свой старый кошелек уже ношу лет 10, мне кажется. У меня этот кошелек уже лет 10. И, кстати, вообще не порвался нигде. Ничего вообще как новенький. Супер! Просто он уже старый. Я хочу себе новый. И тем более он толстый, тяжелый. А в сумке ношу его. И у меня вообще, не знаю, очень тяжелая сумка. Я хочу ее облегчить. Чтобы она у меня была как можно легче. В своем старом кошельке я всегда носила 1 доллар. Кстати, я еще носила 2 доллара, но я не знаю, куда они делись. Ты не видел случайно вов мои 2 доллара банкноту? Они тебе не попадались на глаза? Значит, 1 доллар. Не знаю, просто верю в эту примету. Говорят, что надо носить. Вот я и ношу. Чтоб денежки типа водились. Потом я в своем старом кошельке носила еще маленькую вот такую. Что это такое? Ну что это? Это не иконка? Что это? Типа иконки, только она зламинированная. В общем, я тебе не рассказывала эту историю, как она мне досталась. Это было, наверное... Мне тогда было где-то 22-23 года. В общем, тоже лет 10 назад. Я работала в турфирме, и там в соседнем офисе была парикмахерская. И там, значит, вот эта девушка, которая была хозяйка этого салона, она говорит, типа, я купила себе несколько таких иконок, ну, для чего там себе в кошелек положить, маме в кошелек положить. И говорит, мне вот это случайно попалось. Пресвятая АА, праведная Анна. Я, говорит, ее не хотела покупать, а она мне случайно досталась. Осталась, попалась как-то случайно. И говорит, когда я ее увидела у себя, я сразу подумала о тебе. То есть, обо мне она сразу подумала и подарила ее мне. Вот с тех пор я ее ношу. С собой Анна и ее супруг жили в Назарете Галилейском до глубокой старости. Они не имели детей и искренне не скорбили об этом. Молитва святых супругов была услышана. Ангел возвестил их о грядущем рождении дочери Пресвятой Девы Марии. Святая Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. И что? Моли Бога о мне, святая угодница Божия Анна. Яко осусердно к тебе прибегаю, скорой помощницей и молитвенницей о душе моей. Не знаю, стоит ли ее дальше носить или нет. Как ты думаешь? Потом я с собой еще в старом кошельке всегда носила вот эти монетки, которые скреплены красной ленточкой. Это я покупала тоже давным-давно в каком-то эзотерическом магазине. Тоже суть такова, что его нужно носить с собой в кошельке, чтобы деньги водились. И последнее из интересненького. Это у меня счастливый билет, который мне подарила подружка. Подарила, и я тоже его храню. Как счастливый, ну типа это самое, не знаю, тоже приносит удачу. Нифига себе, смотри вы, сколько всего у меня на удачу в кошельке. Раз, два, три, четыре. Все готово. Теперь вот так будет выглядеть мой новый кошелечек. Тут все необходимые мои карточки, которыми я часто пользуюсь. Вот этими я вообще часто пользуюсь. Вот этими верхними. Здесь у меня скидочная карта ОК и скидочная карта Лента. Вот этими тоже мы часто пользуемся. А остальными так, менее часто. Здесь у меня Перекресток, Пятерочка, Кот и Пес и Парфюм Лидер. Здесь я все-таки положила вот эту иконку. Положила счастливый билетик. Положила свой. Ну не видно, в общем они там лежат. Две скидочные карточки, которые у меня не поместились. Здесь основные отделы. Это аптека Планета Здоровья и Читай Город. У меня так-то есть еще много всяких карточек. Постоянно же, когда куда-то приходишь в магазин, в обувную, в магазин одежды, постоянно выдают какие-нибудь карты скидочные. У меня их как-то много, но их все постоянно с собой носить неудобно. И здесь у меня будет отдел для банкнот и для мелочи одновременно. Мелочь там тоже буду хранить. Ой, я счастлива, я рада. А заодно прибралась немного в свои сумки. Постоянно раскапливаются то чеки всякие, то вот у меня тут пробники духов. Всякие чеки, всякие бумажки, которые уже не нужны. Все, теперь у меня в сумке порядок. И новый кошелек. Как я счастлива, как я рада. Все. У меня теперь сумочка стала немножечко легче. Асюшенька, а что, давай попробуем многоточки подключить тебе? Хватит, да? Ну, Ась, пожалуйста. Давай, Ась. Тихо. Так. Спокойно. Я просто вот так вот не надо. О, смотри, Ась, видишь вообще, как все быстро и просто и легко.